Это видео я хотел бы посвятить цифровой дистрибьюции, что она из себя представляет, кто эту услугу оказывает и на каких условиях. Меня зовут Михаил Мазунов, последние 10 лет я занимаюсь менеджментом и маркетинг музыкальных проектов. На своем канале я делюсь своими знаниями, практическими советами. Если вам интересна эта тематика и в целом музыкальной индустрии, подписывайтесь на мой канал. Стриминг и цифровые продажи позволяют музыкальным коллективам и артистам монетизировать свое творчество. Треки, синглы, ремиксы и альбомы. Кстати, я записал видео про все возможные заработки для музыкальных проектов. Оно вам будет интересно, обязательно посмотрите. А также обратите внимание на видео, где я говорю о том, как артисты получают деньги от цифровых площадок. Для вашего удобства все ссылки я размещу в описании к этому видео. Итак, чтобы получать деньги за прослушивание или скачивание вашей музыки, нам нужен посредник продавец, который будет доставлять музыку конечному потребителю и собирать с них деньги за использование этой музыки. Этим посредником являются так называемые Digital Service Provider или цифровые площадки, такие как Spotify, Apple Music, Boom, Яндекс.Музыка и с десяток других международных и локальных сервисов. И для того, чтобы музыка в виде синглов или альбомов оказалась на цифровых площадках, нам понадобится дистрибьютор. Но зачем нам нужен этот посредник? Что мешает взять трек и залить его напрямую, скажем, в Apple Music? И тут на этот вопрос можно ответить, приведя в пример бета-программу, которую запустил Spotify. Выбранному списку артистов была предоставлена возможность заливать музыку напрямую в Spotify, и сервис планировал открыть этот функционал в будущем для всех артистов. Эту программу Spotify закрыл в прошлом году, и в пресс-релизе они указали причины. Давайте посмотрим. Во-первых, для существенного улучшения процесса по доставке музыки на платформу, Spotify будут опираться на работу с партнерами-дистрибьюторами, которые уже и так отлично выполняют эту функцию. Во-вторых, они предпочитают сфокусировать свои ресурсы на разработке уникальных инструментов, которые будут помогать артистам и рекорд-лейбам. Другими словами, все должны заниматься своим делом. Артистов слишком много, и цифровым площадкам проще контактировать с парой-тройкой десятков проверенных дистрибьюторов, и получать от них отфильтрованный и правильно упакованный товар в музыку. Итак, дистрибьютор является необходимым посредником в цепочке доставки музыки от артиста до конечного потребителя. Артисты загружают музыку, обложку и все необходимые данные о релизе дистрибьютору. Дистрибьютор, в свою очередь, проводит модерацию релиза, и если все хорошо, он весь этот пакет данных отправляет цифровым площадкам. Этот тип дистрибьюции называется цифровым. Есть еще традиционный тип дистрибьюции для физических носителей CD-винилов, но это не является темой этого видео. Чем же они отличаются, и на что стоит обратить внимание при выборе дистрибьютора, давайте разбираться. Итак, первое отличие — это условия предоставления услуги дистрибьюции. На рынке сейчас представлено два основных формата предоставления этой услуги. Первый формат базируется на фиксированной стоимости за дистрибьюцию сингла или альбома. В этом варианте артист получает 100% отчислений от продаж и стриминга собственной музыки. Фиксированные платы за каждый отдельный сингл или альбом может взиматься единоразово или с определенной периодичностью. Так, например, работают TuneCore и EmuBands. Также есть форматы ежегодной фиксированной платы за неограниченное количество релизов. Например, так работают DistroKid и DitaMusic. Важно понимать, когда вы платите раз в месяц, квартал, полугодие или год за дистрибьюцию вашей музыки и перестав платить эти деньги, ваша музыка будет удалена из цифровых площадок. Поэтому важно просчитать ваш бюджет, исходя из релизного плана вашего проекта. Второй формат оказания услуги дистрибьюции — когда дистрибьютор берет определенный процент с продаж вашей музыки. Этот формат является сейчас самым распространенным среди дистрибьюторов. Во-первых, артистам кажутся привлекательны такие дистрибьюторы, потому что не надо платить за услугу дистрибьюции музыки. И тем самым дистрибьюторы привлекают большое количество артистов к себе на сервис. Во-вторых, и это, наверное, самая ключевая вещь, если музыка стала популярной, то дистрибьюторы могут зарабатывать намного больше, чем если бы они просили фиксированную стоимость за предоставление этой услуги. Комиссия в 15% как правило является базовой ставкой для такого рода дистрибьюторов. На процентной ставке работают такие дистрибьюторы, как Belief Digital, Orchard, OneRPM, Symphonic Distribution и другие. На рынке также представлен такой дистрибьютор, как CD Baby, который берет и фиксированную плату, и процент с продаж за услугу дистрибьюции. Хитрый. С этим мы разобрались и идем далее. Следующее отличие — это партнерская сеть. Партнеры — это и есть те цифровые площадки, на которые отправляет дистрибьютор нашу музыку. Как правило, все дистрибьюторы работают с глобальными партнерами, такими как Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Amazon Music. Но не все дистрибьюторы, к сожалению, работают с, допустим, с VK Boom и Bitport. Поэтому, если вам критичны определенные партнеры, то обязательно уточняйте, у дистрибьютора работает ли дистрибьютор с конкретным партнером. Это можно сделать либо на сайте дистрибьютора в разделе партнеров, либо я лично предпочитаю писать дистрибьютору напрямую в клиентскую службу и уточнять этот момент, так как на сайтах дистрибьюторов, как правило, указываются только основные партнеры и полный список не предоставляется, либо он может быть уже устаревшим. В описании к этому видео я оставил ссылку на свою статью, где я указал дистрибьюторов, которые работают с цифровыми площадками VK и Boom. Возможно, вам эта информация будет полезна. С партнерами разобрались, идем далее. Периодичность выплат. Цифровые площадки отчитываются дистрибьюторам за продажи и стриминг музыки и перечисляют им деньги. Дистрибьюторы, в свою очередь, выплачивают эти деньги артистам. Сейчас многие дистрибьюторы перешли на ежемесячный формат выплаты артистам, но встречаются дистрибьюторы, которые могут выплачивать артистам деньги раз в квартал. Я считаю лично, что ежемесячные выплаты намного удобнее, потому что вы можете получать деньги каждый месяц и стоит иметь в виду этот фактор при выборе от дистрибьютора. А мы идем далее и следующее отличие это индивидуальные выплаты. Этот фактор будет очень важен для тех артистов, которые создают музыку не одни, а допустим они приглашают гостевых солистов, певцов для того, чтобы они спели на сингле у артиста или на альбоме. Представьте, таких людей может быть, допустим, 5-6 человек и всем нужно делать выплаты и отчитываться. И будет здорово и крайне удобно, если дистрибьютор сможет делать эту функцию за вас, забрать с ваших плеч это бремя, отчитываться этим людям вовремя и, соответственно, выплачивать деньги в зависимости от тех долей, которые будут прописаны в системе у дистрибьютора. Поверьте, это очень удобно, сэкономит вам как ваши нервы, так и ваше драгоценное время. Эта функция, к сожалению, представлена далеко не у всех дистрибьюторов, например, она есть у Distrokid, но здесь есть одно но. Если есть артист, которому нужно выплачивать деньги за определенный сингл, который был дистрибутирован через Distrokid, у этого артиста должен быть аккаунт Distrokid, который стоит 20 долларов в год. Ну а если вы знаете дистрибьюторов с такой функцией, индивидуальных выплат, обязательно напишите про это в комментариях, это будет очень полезная информация как для меня лично, так и для комьюнити. Ну а мы идем далее. Итак, следующим отличием является техническая поддержка. Поверьте мне, отзывчивая и быстрая техническая поддержка является немаловажным и порой критическим фактором при выборе дистрибьютора. Когда артист загружает свой сингл или альбом к дистрибьютору, он может допустить ошибку. Допустим, сделать опечатку в названии или загрузить не ту обложку или не тот мастер загрузить. И в этом случае сотрудники технической поддержки могут прийти на помощь и исправить эту ошибку. Техническая поддержка также отвечает за модерацию релиза. Они проверяют, вся ли информация правильно заполнена. И если все правильно, они дают зеленый свет на выгрузку предстоящего релиза на цифровые площадки. Если процесс модерации занимает больше 3-4 дней, я бы лично уже начал волноваться, так как от этого могут сдвигаться все дальнейшие сроки. Если у вас на моменте модерации обнаружена также ошибка, то весь этот процесс придется начать заново. Как проверить, насколько хорошо работает поддержка? Первый способ, который я бы вам рекомендовал, это в принципе написать в клиентскую службу и задать этот вопрос напрямую. Если клиентская служба ответила достаточно быстро, то можно и предположить, что и техническая поддержка будет работать также быстро. Недавно мое внимание привлек один дистрибьютор, и я решил задать ему вопрос в клиентскую службу по поводу, работают ли они с ВКонтактом и Бумом, но так и не получил ответа вообще. И второй способ, это спросить у своих коллег по цеху, которые работают с этим дистрибьютором. Ну а мы идем далее, и следующее отличие, это услуги по продвижению. Некоторые дистрибьюторы предлагают услуги по продвижению или маркетингу вашей музыки за определенную стоимость или за повышенный процент с продаж музыки. Звучит неплохо, но я сначала бы обговорил объем работ, которые будет делать дистрибьютор, прежде чем соглашаться на оплату этих услуг или повышенный процент с продаж музыки. И последнее, YouTube Content ID. Это система, которая позволяет определить, в каких видео на YouTube была использована ваша музыка, а также она позволяет монетизировать эти видео. Некоторые дистрибьюторы авторизированы YouTube и могут предоставлять эту услугу. Нюанс заключается в том, что не все дистрибьюторы могут исключать определенные видео или каналы из этой Content ID системы. Артисты часто используют YouTube как промо-платформу, они договариваются с большими каналами и создателями контента, чтобы они включали музыку артистов в свои видео. Но если музыка включена в Content ID систему, то создатель контента не сможет монетизировать свои видео, и это очень плохо. Такие дистрибьюторы, как Symphonic Distribution и Distrokid позволяют исключать определенные видео или каналы из Content ID системы. Тем самым создатели контента смогут монетизировать свои видео. И это были основные моменты, на которые я лично обращаю внимание, когда подбираю дистрибьюторов для своих клиентов. Если позволяет бюджет, я предпочитаю выбирать дистрибьюторов с фиксированной оплатой за услуги дистрибьюции. В моей практике был один трек, над которым я работал, и артист заработал с него 20 тысяч долларов. И если бы мы выпускали этот трек через дистрибьюторы, который брал 15%, артист бы потерял 3 тысячи долларов. А так он заплатил TuneCore 10 долларов и получал 100% отчисления с этого трека. На этом у меня все, а если у вас остались вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. А я вас увижу в следующем видео. У-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok